Продолжение следует... В общем, давайте начнем с того, перед тем, как про Kotlin и маркетинг и вот это все. Кто здесь пишет тесты на Java 8, 7? А вы знаете, что вы пишете на Legacy уже? Два дня назад вышла Java 9, но в Твиттере говорят, что там как бы не все хорошо. Но вы не переживайте, потому что вот есть спасение Kotlin. Рано или поздно все окунутся в эту веру. В общем, кто я такой? Ну, может быть, большинство знает, но стандартная процедура. Зовут меня Сергей Пергов. Я тест-автомышлен инженер, у меня есть блог. Я люблю Java 8. Реально, я на ней писал очень долго и пишу. И, ну, уже писать не буду, потому что в понедельник пора уже апдейтиться на девяточку. Если кто сидит за моим Facebook, то я сегодня апдейтился на Kotlin, а потом долго тут сидел и апдейтился обратно. Да, то есть вчера буквально ночью я пришел после конференции, зашу твиттер, там новый пост типа Kotlin 115, ну, типа, has been released. Я думаю, блин, надо брать. Хипстеры, ну, хипстеры, они прям сразу еще только там вылилось, уже сразу надо апдейтить. Ну, история была интересная, но это уже потом на диванном, на диване. В общем, есть блог, я диванный эксперт по Kotlin. Есть группа в Facebook, и те, кто интересуется, подписывайтесь, пишите мне там всякие кракозябры, я, может быть, вам отвечу. Ну, почему Kotlin? И вообще, откуда ноги растут? Вот если вы пойдете по вот этой ссылке, то населением КМ-2016 я рассказывал, как мы в один прекрасный момент решили писать проекты на Груве. Ну, чисто понесло нас, вот Java, там, Verbose и бла-бла-бла-бла. Давайте попробуем. Попробовали, сделали, я рассказывал опыт, ну, пойдите посмотрите, кто не смотрел. В принципе, если вы не смотрите видосики в интернете, то вы делаете две вещи неправильно. Раз, вы не учитесь, два, вы игнорируете труд вот того же Коли, который реально делает классные конференции, выкладывает видео, но при этом там просмотров там 300 человек. И ты думаешь, блин, как так-то типа, ну, for free лежит, никто не смотрит. В общем, Java, Груве, два таких самых больших языка на GVM. Ну, там сейчас какие-то Ceylon, и еще там есть. Ну, на них пишет там 0,3%, и как бы их можно не считать, да. Ну, к сожалению, Груве умирает потихонечку. Потихонечку, там есть люди, которые могут сейчас встать, ну, я вижу, тут таких нет, там, кинуть помидором, выйти, сказать, так же так умирает. Ну, как ни печально, но он умирает. И его там тянет всего лишь пару фреймворков, ну, как бы он остается живым благодаря паре фреймворков, в том числе там Gradle, ну, про Gradle я расскажу. Ну, и Java, гигант, то есть там Java 9, ну, к сожалению, развивается медленнее, чем это бы хотелось большинству, возможно, людей. А с другой стороны, другие говорят, блин, так все так стабильно, классно. Не то, что в JavaScript или там в том же Kotlin не успел обновиться, уже надо назад возвращаться. И Kotlin. В общем, Kotlin изначально спонсируется, разрабатывается компанией JetBrains, которая делает там одни из лучших IDE для всего, всего, что только есть, там WebStorm, IntelliJ, PyCharm, там, не знаю, для чего, для Go, по-моему, есть какая-то балалайка. Они бухали в него уже по официальным, ну, тем, что я нашел данным, 15 миллионов долларов, и они не скрывают во всех подкастах, они говорят, что Kotlin сделан для того, чтобы продавать IDE. И они говорят, вот, Kotlin и Tooling, это все классно, и все блокпосты там, что вот Kotlin круче всего, потому что у него есть Tooling такой, как IntelliJ. IntelliJ вот это все поддерживает классно. И это я вам покажу вот без маркетинга, как это реально работает, чтобы вы доклад вообще придумали для того, чтобы вы не велись на маркетинговые там какие-то штуки, а вот покажу наш опыт использования, что мы получили, что есть на данный момент, потому что язык настолько молод, что есть рекламная составляющая, есть блокпосты, где люди там, мы влюбились в язык, но это не инженерно, это просто, знаете, такой, поднимаем волну, но инженерного в нем мало. И, в общем, волна начала подниматься еще очень давно, в 2015 году, когда Hans Doktor, это CEO компании Gradle, сказал, что Gradle будет поддерживать Kotlin как First Class Citizen для build-файла в Gradle. То есть если вы знаете, ну и пишете еще до сих пор, выкинули Maven наконец-то и пишете на Gradle, билдите проекты, то вы знаете, что там build-файл пишется на Groovy DSL, и к этому есть много вопросов, потому что, ну, там нету автодополнений, и, в общем, так все заканчивается тем, что ты сидишь где-то копипастишь этот build-файл и каждый раз вставляешь. А build-файл на Kotlin, он будет static или compile, то есть там автодополнение, и все эти няшки, которые есть в коде, можно использовать. И как бы сразу там у некоторых пацанов, которые пишут, ну, развивают Groovy там и активно контрибьютят, и в Gradle начались появляться посты там, что пока-пока Groovy, все там очень печально, все и плохо. Вторая волна, ну, как бы она не вторая, это вот второе, где бомбануло, и после этого бомбануло так, что вот все началось, вот потом в 10 раз больше постов и всего остального, все сразу там начали книги выпускать, и все такое, когда в этом году, в мае Google сказал, что Kotlin становится официально, ну, получает официальную поддержку для написания приложений под Android. И как бы, ну, это вот официальный над TechCrunch, официальный пост, можете пойти почитать, это вот выдержка, так. И тут как бы все, и это пришло именно, его продали, ну, как рассказывают, я там свечку не держал, но снизу, то есть Android-разработчики ходили и конючили, что, ну, блин, поддержите Kotlin, ну, мы тут, а почему так? Ну, те, кто не особо в контексте, у них там выбора какого? Либо Java 6, либо Kotlin. Но при всех фишках Kotlin, как бы, Java 6, а если учесть, что есть еще, ну, рынок, и вот чуваки, которые пишут iOS, у них там Swift, то одни других там харят, что, а, вы там пишите на говне, а мы тут как бы на Swift молодежном, модном. И, ну, все конючили Kotlin, ну, типа, повелись, Google повелся и решил поддержать. И там у разработчиков Kotlin сразу там, все, это победа, все, мы сейчас всех порвем, убьем Java, и все, и будем писать все на Kotlin. Ну, может быть и так, но хайп полнялся нереальный, в общем, все захотели Kotlin, мы, ну, в том числе, что, это я, это моя команда, Kotlin, елки-палки, ну, пора, типа, елки. Все, Google сказал, пацаны сделали. Но мы не знали в тот момент, насколько мы ошибаемся. То есть сначала я пробовал Kotlin, еще там ноль, там какой-то там, ну, когда ты компилишь, а у тебя там может лупануться, но ты не ругаешься, потому что ты понимаешь, что это такая технология еще очень сырая. Но тут как бы один-один, и уже все, Google сказал, вот все. И вот Gartner, все знают, да, что здесь такая волна. И вот Kotlin, ну, чисто им ходит, это вот еще тут. Он еще не дошел до пика, но он так уже на подъеме. И очень интересно посмотреть было, что это вообще внутри, и как этим можно пользоваться, ну, какие профиты оно даст, если его там взять, ну, какой-то продакшен. И так как мы все там автоматизаторы, то у нас риска меньше, потому что наш продакшен, это там тесты, которые если разломаются, ну, плохо, но это не такой риск, как там упадет какой-то огромный сайт. И в этом, ну, вот, когда мне спрашивают, почему ты не идешь в какие-нибудь разработчики, это вот один из бонусов, что можно экспериментировать там. Проапдейтил плагин не сработало, но можно откатиться. В продакшене так не поапдейтишь. Он, Коля, говорил, что проапдейтил гибернейт, и все повалилось. Это уже опасно. Соответственно, что? Ну, в принципе, такой рост, он понятен и логичен, если сесть и думать, вот, как вчера на пазлерах, вот, Ярик, здраво, да, вот, сесть и сравнить одни плюсы и другие минусы. Старая Java, которая, ну, для Android разработки, ну, почти не подходит. Восьмая Java не поддерживается, там как-то поддерживается на костылях каких-то. И молодой молодежный Kotlin, который, типа, вот, все, плюс реклама, плюс вот эта, там, хайп-волна. Я не удивлюсь, если в следующем году в Гартный репорте, в котором, ну, каком-то скажут, что Kotlin прям там вообще must have, и тогда точно пойдет вспышка в спалах такой, что там все будут учить. Я даже курсы, мне уже даже курсы предлагают читать, там, давай в Киеве курсы по Kotlin, ну, типа, пацаны чуют, что вот уже рядом им надо, уже, типа. Игоря нет, я специально для него взял, но он не пришел, уже где-то в Минске. В общем, давайте посмотрим здраво. Ну, реально вот Kotlin сделали, я пока что, может быть, рассказываю так, чтобы вы просто поняли, я понимаю, что тут слышали, может быть, некоторые, но видели или пробовали еще меньше людей. Extension функции – это то, что есть в большинстве языков современных программирования, там, C-sharp, там, не знаю, в Scali нет, но там в Groove такое есть. То есть Kotlin – это набор каких-то штук, которые собрали везде, потырили, там, такие, о, в C-sharp классно, возьмем, там, так, питон надо брать, там, о, в Groove, о, было Groove, назовем Kotlin, обернем еще в пару этих, там, и будем нормально, новый язык. Ну, в Сэфти – это вот реально такая киллер фича, которая selling point, что язык на уровне компилятора защищает вас от null pointer exception. Но на самом деле их там можно получить и получить так неожиданно, что будешь удивляться, но в большинстве вот таких мест, где в Java, ну, можно там чисто, там, знаете, там, забыл про Nitzel, вот как вчера были вопросы на пазлерах, что null pointer exception, так, где этот парень, он пришел, о, вот, если в следующем году будем делать Kotlin пазлеры, ты приходи, но шансов мало. Потому что, как бы там, by default, null safety и все такое. Да, есть Kotlin null safety, но там есть тринтемплейты, когда вы можете вот как через доллар, как в груве, там, строки модифицировать, не используя там конкатенацию или вот эти ужасные штуки. Я покажу, где мы это используем, потому что мы Kotlin реально на одном из проектов используем. Properties – это то, что вы не делаете hatter и setter, а присваиваете значение через ОМНО, но у вас они идут как property. Data-классы, ну, это аналог, аламбок, дейта, аннотации, просто встроили в язык. Ну, зато first-class и всех там, прямо от этого они прям писаются, там, ты шо, data-классы. Ну, и range, это реально, ну, в Python оно есть, в любом нормальном языке оно есть, ну, в Java нету, не знаю почему, ну, нету. Ну, и там Valvar, то, что там обещают в 10-й Java, там, через, не знаю, там, полгода, да, теперь релизный сайкл Java, полгода, но… Ну, да, ну, короче, Valvar мы только увидим в Java, там, когда-то, а тут оно уже есть, и оно стырено со скалы. И, кстати, function-типы, их 22, тоже стырено со скалы, это сам разработчик, ну, сами архитекторы языка, они не скрывают, они говорят, ну, мы сели, подумали, посмотрели, что в скале 22, давайте сделаем 22. Ну, отлично. Ну, null safety, чтобы вы понимали, вот если мы, есть два типа теперь, если в Java есть просто, ну, тип, и он может быть и null, то тут есть nullable type, то есть он обозначается вопросиком, то есть вы можете там int вопросик, string вопросик, и это будет nullable type. Если вы, вот, без вопросика, то это not nullable, если вы попробуете ему присвоить null, вам прям компилятор скажет, ой-ой-ой, так нельзя. И очень сильно это, вот можно, ну, бомбанет реально, если у вас из Java, вы вызываете старую, ну, какую-то библиотеку Java или работаете с базой данных, поставили not nullable, вам прилетает null, и вот тут вас лупанет так, что вы даже там в консольке не разберетесь, что случилось. Ну, там реально там в первых версиях языка такими там уложило вас матюками в консоли, что ты думаешь, елки, ну, как будто бы весь компилятор, вот кто там говорил, что ого падает, там вот просто упало, и говорит, а, все, я упала. И вот оно так падало. Видать, оттуда пацаны взяли, говорят, да ладно, будет падать, бог с ним. Но вот теперь то, что уже в Java, там, да, в Java nullable type можно наив проверять, или optional в восьмой Java, и тоже их обойти. Но вот extension функций, их нет в Java, и это то, что вы в существующую библиотеку можете натыкать своих методов. Вот, например, смотрите, можно написать свой Selenit в три строчки. WebDriver навалить open, all CSS selector should have, добавить метод, там все это поскрывать, и у вас будет вот такой синтакс, если вы будете писать свой Selenit в три строчки. Driver open Chrome, Chrome open, что-то, driver all should have, и вот named параметры, тоже, ну, стырено, не знаю, в Python так есть, в Groovy было, не знаю, в C Sharp есть или нет, но, типа, вы можете вот именованные параметры добавлять. Ну, как бы в ронде, типа, пока что, и что, да, можно сказать, чем ты пытаешься нас удивить. Но на самом деле, когда ты садишься, то, ну, уже писать реальный код, это вот приятно, там не надо static методы лепить, там как-то вот эти паттерны, шматтерны, как мы в Java, там factory какие-то, ну, может быть, там при серьезных проектах, там где там кровь и enterprise по стенам, то там это надо, но там для наших задач какие-то там тестики пописать, это отлично работает. Именно поэтому большинство людей, которые ко мне приходят, говорят, вот что учить, я хочу быть автомизатором за три дня, я говорю, учи Python. Ну, не надо Java, потому что, ну, с Java за три дня не получится, за пять может быть, но за три, ну, никак. И есть еще фишка, которая, ну, прям вот, киллер фича, это apply, то есть вы, ну, как бы, заходите в контекст вот этой штуки. Если в Java вам нужно было бы сказать, вот видите, а, ну, я написал аналог, driver open, driver all, то тут вы можете сделать driver apply и как бы не вызывать, не создавать instance, не вызывать на нем точку. То есть это помогает вам экономить код и делать его более читаемым. Но, как бы понятно, если вы приходите первый раз, там можно, ну, мозги чуть-чуть подправить, потому что если, ну, на собесе, вот чисто муджависту так задать, я люблю на собеседниках задать вопрос, можно ли в Java через рефлексию добавить метод, ну, в существующий класс. И некоторые ведутся, говорят, да, я говорю, как, можешь написать? Они говорят, да нет, давайте в следующий раз. Ну, типа, вот. Потому что, ну, extension функции, это то же самое, вот, ну, не то же самое, но в этом языке можно. Ну, и property, вот мы можем, data class, как я говорил, то есть, типа, няшно, там, getter, setter, и все вот это сразу устроено. И вы можете доступаться через вот такие, не get set, а вот у вас будет такой синтаксис, то есть, типа, а-ля, ну, можно очень классно строить DSL. Это вот то, что Kotlin, почему Kotlin нас подкупил, что я вам покажу, вот как мы на одном из проектов пишем реально тесты, то есть, поучайте DSL. Вот, вот это string templating, что можно через доллар, вот SQL, если кто-то пытался вот так хранить SQL в Java, то там всякие переносы строк, и ты на этот запрос смотришь, думаешь, где тут запрос вообще, вообще, что делается. Ну, так это, типа, костыли, там многие могут сказать, так-то не надо делать, надо выносить, там использовать фреймворки какие-то бешеные, не знаю, Spring Data, еще что-то, но мы использовали эти фреймворки, и когда ты берешь Spring Data, и потом ты открываешь вакансию, приходит какой-нибудь человек, ты говоришь, у нас там Spring Data, он говорит, не, не, спасибо, я, наверное, пойду куда-то в другое место, это же надо учить, у вас там, наверное, что-то, я говорю, ну да, надо там подучить, будет месяца три, там, хибернейт, там, что-то, и, ну, как бы не очень, поэтому мы используем просто DB Utils, чтобы снизить порог, и как бы повысить уважуху, потому что потом начинают говорить, там, у тех пацанов, там вообще, баранцы начнут троллить, Spring в тестах, вы упоролись, или что вообще, я говорю, так нормально, говорит, это вы по воробьям из пушки, я говорю, так это мы по, ну, из, да, нормально, ну, живем, что, вот, например, еще такая вот киллер фича, я пытался реально перевести, ну, не знаю, refy type, в общем, оно умеет брать тип из переменной, которую вы объявили, то есть, вот смотрите, DB Utils, это одна патча библиотека, можете записать, мы ей пользуемся для работы с базами данных, для того, чтобы конвертировать запрос в какой-то Java bin, нужно создать bin handler, и, ну, с каким-то типом, и видите, потом query runner есть, и в query runner в query передать вот этот handler, и он вам вернет тип, ну, вот, city, он вам конвертнет ответ в city, но, ну, вот такой код, его нужно писать постоянно, а если вы хотите завтра не city, а что-то еще, вам надо написать какой-нибудь utility class, и передавать первым параметром t, а вторым параметром, ну, SQL, и потом вот это t будет конвертироваться, ну, сюда вы ставите t class Java, и конвертируется city. В Kotlin можно сделать круче, вот можно сделать с помощью вот этих, extension функций создать метод, например, find one, и принимать просто SQL, ну, которым вы будете искать, но внутри вот это все зарешать, там, через t run query DSL, бла-бла-бла, и видите, у меня t стоит, ключевое слово, refight, соответственно, что оно будет делать, можно писать вот так, вы можете писать, wow, city, tip city, и здесь find one, и вот этот метод find one, из-за того, что мы поставили refight, он возьмет, ну, поймет, что это city, потому что вы здесь жестко сказали, здесь city, если, ну, он вам просто, если вы скажете, а я не хочу вот тут city, что мне, типа делать, он вам, ну, компилятор скажет, чувак, ну, я не понимаю, что за тип, давай жестко, поэтому, ну, такой синтаксис, он лучше, чем вот это, ну, чисто имхо, я не знаю, может быть, там сейчас кто-то скажет, а блин, но это гораздо круче, и опять-таки, это ощущается, вот, когда я тоже смотрел презентажки, я думал, ну, блин, и что, а когда ты садишься, и начнешь пробовать, особенно там, после там, долгого писания на джаве, если ты в июне только начал писать на джаве, в сентябре, ты уже понимаешь, что джава отстой, а если ты как бы лет пять пописал, а потом видишь другой язык, вот у меня есть друзья джависты, реально, которые в другие языки, я только начинаю говорить, джава, а вы знаете, что в джаве не хватает, они говорят, так, 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 тихо, выйди, не расстраивай нас, потому что у нас джава 8, но компилируем мы под шестую, и все, и вот так они и живут, то есть они пишут на восьмой джаве, но синтаксисом шестой, и, ну, с этим сделать, и реально у многих компаний, ну, так оно и есть, и оно и будет, и ничего с этим не сделаешь, но, слава богу, у нас не так, и мы можем экспериментировать, и теперь вот, значит, это был маркетинг, и то, чем продают Kotlin, теперь без маркетинга, вот мне там уже подняли табличку 20 минут, ничего не рассказал, еще 20 минут, официально они говорят, что Kotlin designed with Java Interpolability, что любой Kotlin код и библиотеку можно взять там вызвать, или наоборот, давайте посмотрим, все используют, ну, не буду говорить за всех, мы используем в коде RestoShort, ну, для RestoP, это одна из лучших библиотек, не знаю, там, может кто-то свое на коленах ваяет, но мы используем это, и внимание, when, зарезервированное слово, нельзя, то есть мы вот сели, взяли старый код, начали конвертировать, как они говорят, что вот прям берем Ctrl-C, в новый класс вставляем, ба-бах, запустили, мы вставили, херак, и нельзя, решается это как, вот такими обратными палочками, они находятся, я даже выучил, где они на клавиатуре находятся, это на букве Y, ну, у меня Windows раскладка, значит, можно все обернуть в эту хрень, но, ну, вы понимаете, код выглядит, ну, просто можно застрелиться, следующее, Selenit, тоже, ну, повально все, вы после вчера поняли, да, что надо писать на Selenit, нет? Доллар, нельзя, потому что используется для темплейта стрингов, можно зарешать, опять обернуть все в эти скобочки, вал нельзя, потому что вал, кейворд, ну, тоже нельзя, короче, и ты сидишь, думаешь, блин, все, RESTO SHORT нельзя, Selenit нельзя, вот это, ну, вот вам Java Interop, и чтоб, ну, лупануть еще сильней, нельзя все ассершен библиотеки, Humcrest не работает, потому что не совместим по, как это, скажите мне, когда мы T указываем, generic, да, generic типы другие, потому что в Kotlin есть any, и any это object, ну, короче, не совместим по байт-коду вообще, то есть там даже не то, что, ну, вот какие-то вот эти скобочками, не полечишь, изолентой синей не замажешь, вообще не работает, говорит, чувак, ты даже вызвать не можешь, а, ну, и Humcrest нельзя еще из, тоже зарезированное слово, ну, его можно не использовать, но, как бы, если вы в старом коде написали, то вот новым вам прилетит, ну, жестко, если вы использовали жестко, жестко прилетит, и еще нельзя такую библиотеку, как AcerJ, ну, это аналог Humcrest, то, что она прям вообще несовместима с байт-кодом, она прям, она говорит, старик, даже AcerZ вот этот не позволяет написать, то есть хоть Z, из нельзя, там можно, да, как-то косметика обойтись, постирать, то там прям вообще не подходит, и в команде появляются пацаны, говорят, слушай, ну, вот ты приходишь, говоришь, так, ну, на авторитете, там ты какой-то там, у тебя есть там джуниор, или кто-то, говоришь, будем завтра на Kotlin конвертироваться, они сели, ну, мы так делали, сделали новый бранч, слава богу, и в нем начали пробовать, и они говорят, пацан, давай, наверное, назад на Java, потому что что-то, ну, значит, целенить нельзя, это нельзя, там костыли, там какие-то палочки, мы задолбались, ставить эти палочки, все в этих палочках, заходишь, и при том, это не одинарные кавычки, никто, ну, кто на клавиатуре использует эту кнопку, и у меня даже там, почти ее нету, и тут ты такой, блин, и она еще так неудобно расположена, что ее, чтобы нажать на мизинцем клацать, ну, реально, в общем, порешать можно, все можно порешать, я специально сделал доклад, чтобы вы поняли, как порешать, смотрите, можно написать extension функцию для RESTajur, реквест спецификейшн, вен с большой буквы, и как мы это решаем, просто пишем вен потом с большой буквы, отлично, работает, а переносимость кода какая, вы-то написали один раз, а потом просто переиспользуете, ну, это я, типа, если там кому не видно, следующее, селенид, то же самое, лупашим просто get и all, оборачиваем, и пишем здесь get all, и не вызываем вал, а у селенида есть set value, просто вал, ну, забываем, ну, тоже там можно обернуть, я вам способ показал, просто с большой буквы, и будете писать вал, он с большой буквы, полючится криво, поэтому, ну, вот можно так порешать, ну, как бы, последнее, что, ну, с assertion вариантов нет, ну, кроме как is тоже обернуть в extension функцию, да, но, к сожалению, есть специ, к сожалению, к счастью, есть специальная библиотека, ну, вот тут, к сожалению, не получится выкрутиться, вам придется брать заменитель, есть, называется библиотека assert.k, и она вот умеет, ну, это уже синтаксис, ее, она умеет, вот assert.z 1 equal to 1, и более того, она умеет уже такие фишки, как вот видите, можно через, ну, к ложе, или как это, замыкание, да, уже вызывать код, там, ну, можно тут нам творить что-то нереальное, а потом it has message, it, он будет как в груве ссылаться на instance, ну, вот вы поймали error, и этот error, это тип it, но, если вы хотите прям, вот, ну, вы увидели, да, то есть палочки, костыли, вен с большой буквы, ну, типа вообще как-то оно никак, то реально надо менять технологии, но, если вы человек адекватный, вы будете просто, когда будете стартовать новый проект, будете менять технологии, ну, выбирать уже соответствующие технологии, и, ну, Ressessure можно заменить на Retrofit, это, а-ля стандарт для Android разработки, там, и он, ну, хорошо работает, мы пробовали, но, Hamcrest заменить на Сердка, и Selenitz заменить на Kirk, и вот что такое Kirk, это вообще, ну, нереально, непонятно, вот, значит, сидели мы, игрались, игрались с этим всем extension функцией, но как-то нужно было учить язык, и мы это все, ну, там, издевались над ним, как могли, и потом мы поняли, что мы так наиздевались, что мы вот Selenium уже наоборачивались, что у нас выходит какая-то масса кода, мы его запихнули в GitHub, и, ну, назвали эту библиотеку эту, которая вышла, там, назвали ее Kirk, чисто потому, что Kirk в переводе с английского, это церква, а церква, вы знаете, кто сидит в Slack-чатике, в Slack-чатике, вот этом, тестировщиков, церква, это все понимают, там, церква появляется, все понимают, что это Selenitz, это церква свидетелей Selenida, ну, и мы решили, блин, если мы, значит, заиспарились с Selenida, значит, мы должны написать церковь, ну, реальную, и тесты получаются, вот видите, как, ну, тот BDD, который хейтит, но он, ну, это реальный код, мы говорим, drive to, какая-то страница, там, ну, to do page, добавить task, деактивировать task, counter должен показать 2, потому что мы добавили 3, 1, убрали, потом можем сходить на completed page и увидеть, там, что у нас есть какая-то буква, которую мы удалили, это все вот написано в блоге, я показывал, и, ну, такого там особо ничего нету, я вот вам просто покажу, как это выглядит прям в реальном коде, еще вот то, что я хотел показать, это то, что в Gradle, там добавили поддержку Kotlin DSL, то есть теперь вот, вот этот build файл можно писать на Kotlin, и, ну, я же как хипстерок, сел и думаю, блин, надо попробовать, ну, тем более конференция, надо что-то интересное показать, сел, начал конвертировать, и понял, что, вот, в прошлом году на Селененем Кэмп приезжал прям парень, который работает в JetBrains, он говорит, мы тогда сидели за столом, он говорит, блин, я не смог написать, я думаю, блин, не может быть, ну, я, я-то смогу, он работает в JetBrains, это их язык, они придумали этот DSL, он не смог, но я смогу, по-любому, и я сумел, нет, реально, я вам даже запущу, покажу, чтобы вы не говорили, вот это без B, соответственно, что, ну, тут самое важное, что отличается, смотрите, плагины, apply, и вы должны передать сюда, прям там, плагин, как generic, ну, можно там сделать, вот, я показывал, val, тип, ну, короче, получается криво, но так гораздо лучше, другое все, вот это все статически компилируемое, то есть, если вы тут нажмете, вот смотрите, хопа, быстро работает, да, но это то, что они рекламируют, что поддержка IDE, все так будет, смузли, ну, оно реально, иногда так тупит, что ты думаешь, блин, что-то все развалилось, ну, то есть, вот смотрите, я нажимаю control пробел, сколько секунд прошло, две, три, ну, то есть, experience разработчика такой, но зато у вас есть, ну, прям реально, вот, все методы, я вот специально здесь закомментил, чтобы показать, вот, кто пишет, вот, тест логинг, да, и вы хотите какие-то ивенты выводить, то вот ты когда пишешь на Груве, ты, я постоянно гуглю, честно, я гуглю, какие там эти ивенты, как их вообще включить, или у меня еще снип, в гисте, я прям этот build file просто так, джик, взял, вставил, все, а тут как бы вы, ну, во-первых, можете тест логинг, открываете вот эту, ну, кложур, и вот нажимаете пробел, ну, тупит, это нормально, и тут вы это все можете, ну, получить, все это код, так, или вот тест логинг, и у вас есть лог ивент, те, кто особенно первый раз вообще видят, это, ну, с грэдлом не знаком, то он, бог его, какие ивенты есть, то тут вы можете увидеть это, поклацать и получить, так, ну, и все это написано, дальше, вот самое стрёмное, что реально я не раскурил, пока не сходил в Kotlin Slack канал, вот, кто хочет, ну, там сидят все эти гуру, кто пишет, там, этот DSL пишет, я сказал, пацаны, значит, я подключал вот раньше Allure вот так, ну, показал им код, хочу вот так же только у вас, они мне говорят, сказали, где я не прав, сказали, что надо делать так, вы объявляете переменную Allure, типа Allure Extension, и дальше Buy, это, типа, делегирование, то есть они умеют делегировать инициализацию property, вы делегируете эту инициализацию, вот этой property, в, ну, тип extension, в общем, сейчас у вас, ну, мозг это не воспримет, это нормально, я понял это, ну, осознал именно, сначала я просто так написал, как мне дали, оно запустилось, я так, у-у-у, есть, работает, а, ну, понять, вот я, знаете, есть технология, ты ее, ну, на стоковерфлов скопировал, а потом ты этот код когда-нибудь открываешь, через две недели думаешь, блин, кто это писал вообще, какая-то дичь, а потом в идее есть аннотация, открываешь, думаешь, блин, это ж я писал, а ты-то скопировал, а понять, ну, не успел или не хотел, и я вот стараюсь все равно те моменты, где я не понимаю, разобраться, ну, я потом уже разобрался, но вот вам сейчас будет непонятно, но зато потом получается, что вы в алюре, можете даже не лазить по гитхабам, там, как настраивать алюр, особенно меня удивляют люди, которые, говоришь, так надо алюр использовать, ну, извините, на репорт портал, как бы, а они говорят, а не, не алюр, это сложно настраивать, я говорю, подключить плагин и написать три строчки, это, ну, вообще не сложно, поверь мне, но, и теперь вот, ну, у вас есть все штуки алюра, то есть, что, download, link, вы можете даже прям нажать вот на какую-нибудь штуку, там, да, пойти и, ну, увидеть, ну, прям уже во внутрянку, вон, Егор Борисов писал это все, там, что, как внутри, прям покопаться, подебажить, пазлер найти, может быть, и повысить, вырасти над собой, и, как бы, соответственно, вот, допустим, to do application, ну, тесты выглядят реально, вот, как я показал, только вот более, ну, так уже по-живому, да, мы вот открываем страницу, находимся на ней сразу, то есть, там не надо там инициализировать переменную, и внутри вот этого контекста мы, ну, тоже умеем видеть все паблик переменные, там страницы, да, и они вот, видите, черным выделяются, можем там всякий такой, ну, это уже наш DSL, который мы написали, можете просто пойти почитать, и тесты, получается, писать удобно, и тесты выглядят вот в виде такого DSL, то есть, это как BDD, но в коде, это реально классно, я никого не засаждаю, это просто я показываю, если вам будет интересно, вы можете попробовать, понятно, что технология очень сырая, и, ну, я отдаю себе отчет, что ее, ну, то, что мы попытались использовать, это не есть, что всем это надо вот повально, знаете, не значит, что сейчас report portal, надо бежать и резко ставить, или еще это все на котлене, чтобы вообще уровень хипстерства на проекте был, ну, максимальный, там, просто, чтобы вы понимали, отдавали себе отчет, и как это работает, ну, вот, то есть, мы можем это взять, и сбилдить, так, где-то тут есть моя консоль, не-не-не, это не билдится, это я открывал отчет, пока я его не закрою, оно не отпустит консоль, давайте сделаем через этот, значит, ну, если вот прогнать, запустить тесты, да, то будет работать все так же, как в Selenity будет там ждать 4 секунды или вывалиться, и работать будет все точно так же, так, но вот что мы придумали еще, пока это все делали, я вам покажу просто видео, я специально подготовил, как можно открывать DevTools, я там писал в блоге, но решил рассказать здесь, вот вы в Selenium, by default, к сожалению, нельзя открыть DevTools, для того, чтобы посмотреть там реквесты, как они бегут, какую-то верстку, ну, еще что-то, мы добавили такую поддержку, что вот можно открывать DevTools, как это работает, вот, например, мы дебажим тест, даже где-то на удаленном сервере, но я сделал просто для наглядности рядом, и когда мы запускаем тест, то есть by default, DevTools, он не будет внутри папки, ну, внутри вкладки Network, не будет хранить ничего, то тут мы можем открыть вот такую, такой view, слева у вас будет, а, ну, это справа, у вас будет такой экран для просмотра, а там будут реквесты, вот смотрите, я дебажу тест, хоп, пошли реквесты, вы можете клацать, смотреть там, какие реквесты были, даже если у вас этот браузер, там, где-то в Африке запустился, не знаю, в контейнерах, там, бог знает где, и вы можете постепенно дебажить тест, вот смотреть, что вбилось, какие реквесты шли, это реально удобно, если, ну, тут, к сожалению, аппликейшн не сингл пэйдж, а такой на ангуларе написано, если у вас сингл пэйдж, где вот эти реквест, респонс, то мы кучу находили проблем, и, ну, быстро их решали, за счет того, что у тебя там кнопка нажимается, ничего не происходит, ты смотришь в консоль, а там просто 400, все развалилось, контракт разломали, и вот то, что вам рассказали, ну, кто был утром на докладе, контрактное тестирование, вот это все, оно, к сожалению, ну, не везде хорошо работает, и не везде хорошо находится, то вот эти проблемы можно так отлавливать, вы можете в своих фреймворках это втулить, если вам интересно, можете подойти, я вам потом покажу код, я расскажу, как такого добиться, но, вот, плюс там, видите, вот вывод ошибок, более понятный, чем в том же селениде, там пишется expected 3, 4, и вот мы добавили такое подсветка, ну, ошибок таким красным, ну, красная рамка появляется, потому что иногда, вот, как там, Коля вчера говорил, что разработчик садится, и думает, блин, неудобно, и вот я иногда сам там, садишься, берешь разбирать какой-нибудь отчет, смотришь, блин, а где ошибка, что мы вообще на этом UI проверяли, ну, есть, когда есть красный обведено, ты думаешь, ага, ну, вот это Моле мы проверяли, и таки, наверное, оно что-то не так, просто чисто для удобства, я не говорю, что это там какая-то супер-мега-фича, ну, и если теперь сбилдить этот отчет, я надеюсь, что сейчас бог лайф-кодинга смилуется над нами, вот он захватил мою консоль, и не отпускай, не, нет, тут сейчас, вот, reports, и нету, да, 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 ну, ты сидишь, стань тут, расскажи, нет, ну, в общем, к сожалению, вот оно забрало мою консоль, видите, боролся, я боролся с ним, реально, я проапдейтил вчера котленда 1.1.5, и началась такая веселуха, хотя вот говорит, report successfully generated, темп, ну, в темп мы не полезем, вот такое, я знаю, как можно, вот, можно сделать хитро, юху, получается, ну, отчет, который все видели, это Allure 2, не пугайтесь, если вы там еще в древнем мире пользуетесь первым, то, ну, это просто вторая версия, получается, все то же самое, вы ничего не теряете, тут вот, все няшки, там, какие тесты шли, как они упали, вот, опять-таки, то, что мы сделали чуть-чуть удобней у себя, то, что вывод, видите, вот там, фейлы 4 секунды, асер текст, какой локатор, expected 1, было 4, и там те же самые скриншоты приотачиваются, то есть, все это работает, независимо, что это котленд, все это нормально, отлично работает, хотя я думал, что работать не будет, потому что котленд, Allure работает на основе асер джея, асер джея, он провизит байт-код, ну, джавы, а байт-код, ну, немного другой, я думал, работать не будет, но работает отлично, и, ну, здесь, вот, если вы видите, все те же штуки работают, вы можете видеть, вот, это таск, таск, и имя, ну, переменная, выводится у вас, ну, параметры, вы все это прекрасно видите. соответственно, что я могу сказать, вот, имхо, после, там, каких-то, пары месяцев, и вот, одного проекта, который мы пишем, ну, мы используем котленд, все остальное мы пишем на джаве, потому что, бог его знает, что будет. Реально язык прикольный, но конвертировать существующий код, как некоторые упарываются, где я читаю, это, ну, я бы так не поступал. Вот люди садятся, говорят, мы все возьмем и конвертнем, и при этом они берут и конвертируют все через тот плагин, который, ну, не идея, а JetBrains предлагает для конвертации. Ну, это можно сравнить, я не знаю, как вот вы английский текст в 100 страниц переводите через Google Translate, это, вот оно переводит, ну, там такой ужас просто. Поэтому, если новый проект, то я бы начинал, если бы, ну, существующий код, то нет. И вот это смешивать, как некоторые советуют, мы берем рядом со старым Java файлом, создаем код, пишем и так потихонечку переводим. Мне кажется, там можно так натворить, что потом никто не разберется вообще, как, ну, что происходит. Ну, это надо, и плюс нету линтинга. Пока что даже сами JetBrains признаются, все библиотеки вот эти для линтинга, Java кода, там, какие мы знаем, Sonar, FindBucks, они тупо не работают, они не умеют. И представьте, вы намешали, и как это линтить, ну, бог его знает. Соответственно, малая поддержка библиотек, ну, она поддержка, если считать, что вот эти доллары и все остальное, это поддержка, ну, я бы так не сказал. а если вы возьмете какой-нибудь гибернейт, то вы просто не знаете, где вас лупанет. Вы будете писать, 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 а потом хоп, и лупанет так, что вы поймете, что, ну, мы несовместимы. И вот это опасно, реально, там, ну, это то, что пока что на большом проекте или на каком-нибудь там интербрайзе я бы не использовал. Но если вы такие хипстеры и пишете тесты, то я бы вам рекомендовал, в принципе, можно выкрутиться и, ну, что-то код пописать. Ну, и реально, потенциально у него очень, ну, такое будущее, но надо оставать голову холодной, мысли свежими и понимать, что любая технология, любой маркетинг и вот это признание любви, там, куча блогеров, там, я влюблен в этот язык, вообще, я на джаву никогда не вернусь там. И, ну, завтра JetBrains скажет, ой, извините, что-то пошло не так, закроет язык, да, он омпенсорсный, любой другой начнет его там контрибьютить, но это то же самое, что как Дима обещает, что если репорт портал омпенсорсный, то его забросят и любой может зайти и покодить, а вы пойдите в репозиторию и попробуйте покодить. Я пробовал, не получилось. Там core написан так, что там надо раскуривать с бамбуком это все, как это работает. Ну и, в общем, в принципе, мы любим Kotlin и не стесняемся это говорить. Спасибо вам за то, что вы пришли. Мне уже три раза показали The End, но меня задержал человек, который опоздал и из-за этого, в общем, теперь я, в общем, его буду ненавидеть и всегда вспоминать это. Спасибо вам, я надеюсь, вам было полезно. Доклад был специально сделан не сложным, не глубоко техническим, потому что второй день конференции уже обед, куда там валить какие-то технологии. Я думаю, вы еще про тест-менеджмент системы вам навалят, вы там уйдете в ужасе. Да, дякую за доповедь, но у нас еще есть час на кілька питаний. Давайте вопрос. буквально на два, там три питания есть. Чтобы автокомплит быстрее работал, можно процессу поставить больший приоритет. Да, на винде, на Ubuntu, не знаю. И есть для ассертов и клевая библиотека Клюинт. Она типа более модная, более клевая, чем ассерт Кат. Да, это, кстати, еще один такой трололо, вот, ну, как, ну, в Котлине конвертируют библиотеки. Вот было Хамкрес, стало Клюинт. Был там, ну, то есть все добавляют Катом. Если зайти, там такие названия, просто убогие названия библиотек, то есть там, ну, вот, гибернейт, ну, оно как-то гибернейт, а тут там Анко, блин, что такое Анко, ну, о чем это? Или, вот, любят лепить Катом, Клюинт, Кейч, Фьюэлл какой-то, ну, то есть это люди из... Вот, Кирк мы назвали тоже, и то это, ну, переведение, церковь, ну, блин, о чем это вообще? Ну, то есть, пока что, если вы, знаете, эстет, то вам будет тяжело. Ну, то есть ты приходишь, а у тебя в резюме там Фьюэлл, Кирк, там еще какая-то херня, и ты такой, блядь, что? Ну, дякую, еще подание. Все, нет вопросов, все.